Второй основной раздел это еврейская этика и основные верования. Сначала давайте уделим внимание природе Бога. Кто такой Бог? И вы можете думать что еврейское представление о Боге будет их представление очень близко к тому, что учит христианская церковь. Так как и у тех и у других одинаковый источник. Это все Писания. И есть некоторые различия, о которых мы поговорим тоже. Но вначале давайте обратим внимание на сходства. В иудаизме Бог творец всего. И он никаким образом не может быть частью своего творения. Его чистый дух. Поэтому я сожалею о всех этих буддистах, буддистах, хинду. И Бог это не то же самое, что творение. Одни из единственных случаев известных Случаи того, когда изгнали евреев из еврейского сообщества. За его верования этот человек был Барух Спиноза. Спиноза был замечательным человеком, очень мудрым философом. Но он учил пантеизму. И это идея, что все, что есть, это Бог. Пантеизм говорит о том, что все, что есть, это есть Бог. Я думаю, что это было в Нидерландах, если не ошибаюсь, в 16 веках. В иудаизме Бог свят. Многие молитвы в Сидоре напоминают нам об этом. Кадош, 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 кадош Из книги Исаия Повторяется снова и снова в ежедневных, каждодневных молитвах. И Бог представляет великого царя. И Бог — это последний судья, он самый высший судья. Тридцать четвертая глава книги Исход Стихи шестой и седьмой Вероятно, это наиболее известный отрывок Писания В котором говорится о качествах Бога. И называется он «тринадцать медот». И там сказано, что Господь прошел перед Моисеем и сказал «Господь, Господь Бог Милостивый и благой Долготерпеливый И который преизобилует благостью и истиной Он творит милость тысячам Он забывает беззаконие И наши грехи Преступление И грех Он не снимает вину Он взыскивает вину с отцов и с сынов До четвертого колена И поэтому раввины здесь видят Эти тринадцать качеств Бога И конечно же в раввинистической литературе И вы можете увидеть, насколько было расширено значение И существует определенное напряжение или противодействие между некоторыми еврейскими мыслителями Когда подходят к такому моменту К моменту некоторых описаний Бога, которые есть в Писании Например Когда в Писании говорится о руах-ха-кодеш Иногда можно понять эти места как божественное влияние Но в другие времена Иногда руах-ха-кодеш Как часть Бога Но в то же время как отделен от Бога Поэтому были некоторые, которые размышляли на эту тему И есть еще одно слово, которое описывает Бога Это означает присутствие самого Бога И раввины использовали это слово шахина Для того, чтобы описать особое присутствие Бога в храме И затем такое слово, как Девар Адонай И затем такое слово, как Девар Адонай Слово Бога И на арамейском языке это слово Эмммра И поэтому иногда слово Бога Было бы, как если мы просто говорим слово Иногда в другое время, когда упоминается слово Бога То похоже, как если бы это меммра было отделено от Бога Понятно? И поэтому очень много есть различных размышлений в еврейской философии на эту тему Интересно то Что первые стихи Евангелия от Иоанна И вы знаете, что говорится там В начале было слово Слово было с Богом И слово было Богом И это звучит, как если Другие еврейские идеи в то время И что на самом деле хотел сказать Джон Что он делал И он просто берет все эти идеи Это представления в еврейском мире О котором другие евреи уже знали И с помощью этих идей он объясняет Кто такой Иешуа И использует эти идеи И когда мы подходим ближе к Средневековью То есть был Маймонид, которого я упомянул вчера И как это называется Он установил 13 принципов еврейской веры Их не считают приемлемыми Которые властны для каждого еврея В любом месте Но эти принципы есть в конце Утренней службы Служения Шахари Поэтому они очень известны Во всех направлениях иудаизма И одно из этих утверждений говорит Что Бог есть Дух И что нет абсолютно никакой связи Между Богом и материей Но с другой стороны Есть современник Маймонида Called Нахманадиз Нахман Нахманадиз Нахманид Not Rabbi Нахман from Bretzlov Нахманид But in his view И с его точки зрения То он был более философски настроен И он не разделял это мнение И поэтому, например, когда они спорили друг с другом о мемора Бога И они спорили по такому вопросу Была ли у мемора хоть какая-либо часть Независимого существования Самостоятельного существования Маймонид Майманид Говорил Нет Точка Нахманадиз Говорил Что нет Все-таки Там что-то есть Поэтому есть некоторые направления еврейской мысли, которые не точно такие, что мы можем видеть в Новом Завете, но в некоторых местах все-таки они соприкасаются вместе. И когда мы подходим к идее и пониманию Троицы, традиционный иудаизм говорит нет, Тем не менее, существуют некоторые высказывания, которые указывают, что «может быть». И есть такое высказывание в Зохар. И там говорится, почему имя Бога упоминается трижды в молитве «Шма». «Господь есть Бог». В Зохаре есть такой вопрос, почему так происходит. Так как одно имя для одного, который находится вверху. Одно имя для Машеха. И одно для того, кто внизу. И под чем они подразумевали Дух Святой. Понятно? Поэтому в действительности это не совсем такое утверждение о Троице. Но если вы уже верили в Троицу, то тогда для вас это станет утверждением о Троице. И как евреи представляют себе Бога? И многие представляют себе Бога посредством аналогии. И вы не сможете прочитать философских описаний в большей своей части. И вы прочитаете очень много высказываний в талмудической литературе. Если они хотели бы поговорить, описать, кто такой Бог, какой Бог, то какая была бы иллюстрация Бога. На что Бог похож? Он как великий царь, у которого была жена. Или же будут очень много различных подобных сравнений. Когда Новозаветная вера проникла в греческий философский мир, Греческая философия размышляла больше по категориям. Логические категории. И с бесконечным числом различий в этих категориях. И поэтому, когда греческая философия смогла связаться, проникнуть к новозаветным документам, то стало неизбежным и очевидным, что они начали систематизировать Бога. Понятно, о чем я говорю? И не обязательно это должно быть что-то плохое. И в греческой философии есть очень много логических категорий, которые очень полезны и помогают понять различные аспекты философии или жизни. И просто есть определенные ограничения, когда они подходят к вопросу о Боге. И это выглядит примерно так. Вы знаете, что означает «схематик»? «Схематик»? «Схематик» Например, делает инженер чертеж какой-то. Того, как должен работать какой-то электрический прибор. И там показаны все эти линии, все эти соединения. И все очень точно. И то же самое греческая философия пыталась сделать с Богом. Понятно? Поэтому это полезно, но все равно остается очень много ограничений. У меня был очень замечательный еврейский друг, который жил в Детройте. И он общался с ортодоксальным раввином. И у них постоянно были беседы о религии. И мой друг постоянно говорил о вере, новозаветней вере. И всегда он это делал в контексте еврейского понимания. Однажды раввин говорит моему другу, «Хаскел, я могу понять почти все, о чем ты мне говоришь». Я не говорю, что я верю в это. Но идею я все-таки понимаю. Я даже могу понять, каким образом Иешуа может быть Богом. Но одно, что вообще не помещается в моей голове, это троица. И вот, что мой друг Хаскел сказал. Он сказал ему, «Подумай вот таким образом». Вспомните те времена, подумай о тех днях, во время Ветхого Завета, которые были. Когда был еще храм. И когда Бог был везде. Рабин сказал, «Ну да, конечно». И Хаскел сказал, «Но в то же самое время была шехина, уникальное присутствие Бога в храме». Рабин сказал, «Да». Хаскел сказал, «Но одновременно со всем этим». В Писании говорится, что Дух Божий сходил на пророка, и он пророчествовал. Рабин поднял свои руки. Он сказал, «Я вижу это». Этого достаточно. Понятно? И для меня этого тоже достаточно. Мне не надо составлять эту схему инженера. Поэтому, если какой-то еврей просит вас объяснить, что такое Троица. То вы можете попытаться использовать ключевые идеи Хаскеля. Давайте теперь поговорим о природе человека. И снова, что раввины говорят о природе человека. Это будет почти то же самое, что вы узнаете и в христианстве. И где будет всего несколько небольших отличий. Основная еврейская идея представления о человеке, что он сотворен по образу Бога. И поэтому каким-то образом человек похож на Бога. И что основное отношение, основная связь человека должна быть с Богом. И они видят в человеке потенциал делать добро и зло. И также делают акцент на важности молитвы. И, конечно, Тора — это самое важное, чем может занять себя человек. Раввины говорят о двух Йетцер. Йетцер Хара и Йетцер Тов это хорошая часть нас. И Йетцер Хара это хорошая часть нас. И Йетцер Ха Тов это хорошая часть нас. И вот где существует основная разница между иудаизмом и основным направлением христианства. Вот что велит традиционное христианство. Что человек сотворен совершенным по образу Бога. И после того, как человек ест плод познания добра и зла, то природа человека, его естество внутреннее было в действительности изменено. И что теперь у него появилась тенденция к злу. Что все еще есть образ Бога присутствует в человеке. Но тенденция, склонность к злу ведет человека к тому, чтобы делать злое. И традиционная христианская мысль говорит, что Йетцер Хара сильнее. А еврейская мысль здесь очень сильно отличается. Иудаизм говорит, что две природы были в Адаме. И что они были равносильны друг другу. И что каждый человек со времен Адама рождается таким же образом, с такими же наклонностями, как и был сотворен Адам. В христианской мысли говорится, что человек рождается в таком состоянии, как Адам был уже после грехопадения. А иудаизм в этом абсолютно противоположен. И если в этом дело, тогда можно будет понять, почему иудаизм говорит о том, что человек может что-то сделать, что-либо делать для того, чтобы спасти себя. Видите ли вы проследить связь и эту тенденцию? Но несмотря на это рамбинистическая литература и еврейские молитвенные книги наполнены молитвами, полны молитв, которые вызывают к Богу о Его милости. Интересно, что в древние времена было два известных рабина. И они говорят о абсолютно другом принципе. Один находился на своем смертном ложе. И его ученики собрались вокруг него. И он сказал, я готов уйти и встретиться с Создателем. И у меня большая уверенность. Я очень уверен. Потому что я не могу вспомнить ни одного греха в жизни и считать их на пальцах своих двух рук. И еще один известный рабин того же периода. И такая же самая сцена. Он был на смертном адре. И окруженный Своими учениками. И он сказал, я вот уже готов уйти и встретиться со Своим Создателем. И я не знаю, примет ли он меня. И как кто-либо может знать это? И конечно это просто поразило учеников его. Если Равин, наш высокопочитаемый учитель, не уверен, находясь на своем смертном ложе, то чего же нам ожидать? На что нам надеяться? Еще один аспект в отношении Бога И это связано с противоборством еврейской философии. Также такое противоборство есть и в христианской мысли. Всегда было такое противодействие, где философы обсуждали жизнь, что такое жизнь, космологию. Это понятие божественного провидения и свободной воли. Насколько Бог контролирует события истории и действия человека? И сколько же части у дела остается свободной человеческой воли? И что есть очень много утверждений в Писании о том, как Бог контролирует все человеческие дела, события. Но также есть очень много стихов в Писании которые говорят о том, чтобы человек выбирал. И это представляет основное понимание об иудаизме. Особенно из 30 главы Второзакония. Проклятие и благословение я предложил тебе. Жизнь и смерть. Поэтому избери жизнь. И поэтому существует это противодействие, дискут между разными раввинами. Но есть одна фраза, которую я встретил в нескольких источниках. Которая суммирует собой основную часть мнений. Она звучит таким образом. Все находится под контролем небес. Кроме страха Божьего. Страха перед небесами. Понятно? Поэтому если вы примете это, то это станет неплохой идеей понимания мировоззрения. Вот что происходит очень часто в таких спорных местах Писания. Вы соберете тех людей, которые будут стоять по разные стороны этого спора. И вы скажете, вот это основное. Но проблема другая у нас. Все эти стихи из Писания, которые как бы противоречат друг другу. Поэтому некоторым из них вы говорите, что эти стихи не настолько важны. И некоторые из них выражают, что они не были в Библии. Но я говорю, что некоторые из них выражают... Ну, не знаю. Это шутка. Давайте перейдем к следующему вопросу. Израиль и народы. Израиль был Божьим народом. У них был завет с Богом. Какова же связь, отношение Израиля с народами. И что ожидалось от других народов. Равины знали, что Бог дал Тору Израилю. И поэтому Бог не ожидал, что каждый народ будет жить по Торе. Но Равины также знали, что у Бога есть определенные требования к другим народам. Начиная с 9 главы Бытия. Равины увидели 7 принципов. И что по их мнению эти принципы обязательны для всех народов. И так как в 9 главе книги Бытия говорится о Ное. Поэтому эти принципы называются... Ное законы. Первое. Не убей. Не укради. Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Не блудодействуй. Не есть сырой плоти. Животного. Не пей кровь. Не пей кровь. И последнее. Создай такое правительство. Такое правительство, которое будет заставлять выполнять первые 6 принципов. Поэтому вы понимаете, даже если есть только 7 принципов. Если вы будете применять их в обществе. Если вы будете применять их в обществе. Так как есть еще намного больше детализированных законов. И также в раббинистической мысли. Тот язычник, который соблюдал 7 Ноевых законов. Был так же принят Богом, как и еврей, который соблюдал Тору. Понятно? Потому что если вы соблюдаете Божьи требования, тогда это все, что требуется. И многие законы в Торе были созданы для того, чтобы отделить евреев от своих соседей, соседних народов. Почему? В Америке сосед еврея может быть он христианин. Он верит в Бога Израиля. Верит в еврейские писания. А в древние времена такого не было. То в древние времена сосед был вроде схож с прелюбодейцем. И может он верил в многих богов. И у которого этические нормы были очень небиблейскими. Как насчет тех неевреев, которые хотели бы стать евреями? Так как были обращенные в иудаизм. И в библейские времена это было проще. Самый первый пример, который мы знаем из Писания, это Руф. Которая обращается к еврейскому народу. И с такими словами Твой Бог будет моим Богом. И Твой народ будет моим народом. И также в разные периоды еврейской истории Иногда было больше, иногда меньше обращенных. В книге Свирь говорится, что многие люди стали евреями. Иешуа говорит, что вы обходите всю землю, чтобы обратить хотя бы одного. В времена Нового Завета В Римской империи было от 5 до 7 миллионов евреев. И многие из них были обращенные. И чаще это были женщины, а не мужчины. Так как для взрослого мужчины принять обрезание было бы сложно. Также, как мы называем это, God-fears. Those who fear God. Те, которые боялись Бога. Боящиеся Бога. Корнилиус, in Acts chapter 10, is called a God-fearer. Корнилиус, in Acts chapter 10, is called a God-fearer. И он обращается к мужам Израиля. И к боящимся Бога. Это были те люди, которые не обратились в иудаизм. Но они приблизились очень близко к иудаизму. Они ходили в синагогу. Они соблюдали еврейские праздники. И также еврейские законы питания. И очень часто они воспитывали своих детей как евреев. И давайте обратим внимание на схожую идею здесь. Это идея избранный народ. Что означает избранный народ? Очевидно, что Бог избрал Израиль. Вот две основные идеи. Еврейские идеи. Раббинные говорят, что Бог избрал Израиль для славы Его Торы. И это основное. Потому что в раббинистической мысли Тора — это все. И Бог хотел найти такой народ тех людей, которые бы рассказали о Его Торе всему миру. А некоторые люди ставят под вопрос этот факт. Ну, не думай, что Израиль — это избранный народ. И вот в чем возникает проблема. Ну, по этому поводу вообще невозможно спорить. Что говорится в Библии, для чего были избраны евреи? Для того, чтобы принести познание Бога народам. Познание Слова Бога. И познание еврейского Мессии. И, конечно, все эти три события произошли. Поэтому очевидно, что цель богоизбранности евреев уже произошла. И в Библии говорится, не думайте, что я избрал вас из-за того, что вы были такие великие. Или важные, или сильные. И вот какую историю говорят раввины, чтобы проиллюстрировать это. Бог искал кого-то, кто бы принял Его Тору. И поэтому Он пошел во все семьдесят народов. Он пошел к Моаву. И спросил Его, хочешь ли ты взять Мою Тору? И они спросили, а что там сказано? Бог сказал, не прелюбодействуй. Они сказали, ну тогда поищи кого-то другого. Он пошел к Идому. Бог пошел к Идому. Ты хочешь Мою Тору? Они спросили, а что там сказано? Бог говорит, не убей. Они сказали, ну нет спасибо, не сегодня. Бог пошел к Израилю. Он привел их к горе Синай. И Он взял гору Синай. Это огромная гора. Он перевернул ее с ног на голову. Он держал эту гору над всем народом Израиля. И Он спросил, хотите взять Мою Тору? И они сказали, все, что сказал Господь, мы сделаем. И вот то, как Израиль получил Тору. Это был последний шанс Бога. Это шутка. Но это говорит о том, о двух моментах, это не то, что Израиль был настолько великим народом. Бог сказал, о, ты такой великий. И вторая причина избранности – это Тора. И сделан перерыв. И сделан перерыв. и, и см concerли. Продолжение следует...